Всем привет! Это Алексей Водовозов, врач по образованию, в прошлом военный врач в том числе, а теперь научный журналист. Я занимаюсь периодически просвидетельской деятельностью, в том числе читением лекций по самым разным темам. Вот сегодня мы поговорим о медицине будущего. Ну, если быть точнее, то, конечно, не совсем такого, знаете, далекого будущего, какого-то фантастического, космического или еще что-то в этом роде, а той обычной, простой вроде бы медицины, с которой мы сталкиваемся каждый день, но о той, которой она будет лет через 20-30. Причем, я так надеюсь, что мы все до этого момента доживем и сможем проверить, насколько я ошибся. Здесь будут периодически появляться слайды, либо небольшие видеофрагменты, которыми я буду иллюстрировать свой рассказ. Опять же, надеюсь, это будет не только интересно, но и в том числе полезно. Если говорить, ну так, в общем и целом, то мы уже сейчас с вами живем в будущем. Оно уже наступило. Почему? Ну, потому что, например, когда я только начинал свою журналистскую деятельность, это где-то 2004 год, я писал о том, что генетическая терапия – это будет лечение будущего. Вот. Мы с вами уже несколько лет живем в том самом будущем. Потому что генетическая терапия, она присутствует в медицине, она уже широко опробирована, уже существует масса препаратов, в том числе и тех, которые есть в нашей стране, используются. И это действительно уже такая рутинная составляющая нашей с вами медицины. Привычная, я бы сказал так. Но есть, конечно, непривычные вещи, естественно. Начнем, наверное, с диагностики. Потому что диагностика – это первое, с чем сталкивается пациент. Ну и, конечно же, первое, с чего начинает свою работу врач. Потому что, прежде чем начать лечить пациента, неплохо было бы понять, а что у него такое на самом деле внутри происходит. Конечно, мы сильно избалованы фантастическими фильмами в том смысле, что у них очень красивые медицинские отсеки в кораблях будущего, но тот же Star Trek, например, или еще что-нибудь в этом роде. Замечательные сканеры, которым достаточно один раз пройтись по человеку, и все, уже готова 3D-модель. Можно ее крутить туда-сюда, выяснять, где что происходит и так далее. Замечательный приборчик-трикодер позволяет, например, произвести даже человеку без медицинского образования и без медицинского опыта полную диагностику за очень короткий период. К сожалению, до этого еще далековато. Но некоторые разработки все-таки есть. Например, такая замечательная вещь, как позитронно-эмиссионная томография. На сегодня это, пожалуй, наверное, передний край. Именно в диагностике такая своеобразная передовая с одной стороны. С другой стороны все это придумали еще в 1950-х годах. Почему только сейчас разработали? А просто потому, что появилась материальная база. То есть такой возможности раньше просто не было. Технически. Почему? Ну, потому что, судите сами, под каждого пациента запускают циклотрон. То есть это такое специальное ядерное устройство, в котором синтезируются несуществующие изотопы. И один из них как раз играет роль диагностического. То есть нам нужно превратить, предположим, либо неон, либо кислород во втор. Причем немножко не в том виде, к которому мы к нему привыкли. И эта реакция требует большого количества энергии, специальных условий. Они создаются внутри циклотрона. То есть под каждого пациента запускается циклотрон. Звучит уже фантастически, да. Фантастика продолжается дальше. Внутри каждого пациента происходит аннигиляция. Да, действительно. То есть там задействуется антиматерия. Ну, это, конечно, громко сказано, антиматерия. Даже не антивещества, античастицы. Да. И когда между собой античастицы сталкиваются, происходит аннигиляция. То есть их взаимное уничтожение с испусканием гамма-квантов. Это так звучит на языке физиков. И это явление, например, широко известно, когда коллапсирует звезда. Когда она превращается в нечто другое, в нечто иное. Да. Она испускается, этот самый гамма-квант. И в разные стороны от нее, ровно под углом 180 градусов, разлетаются два огромных и высокоэнергетических пучка. Если вдруг на пути такого пучка окажется наша планета, ну, в общем-то, мы даже заметить не успеем, как эта планета станет абсолютно необитаемой. Но внутри отдельного человека, конечно, происходят гораздо менее масштабные проекты и менее масштабные события, скажем так. Итак, что у нас есть? У нас есть либо кислород, как я уже сказал, либо неон. И в ходе специальной реакции мы превращаем их во втор-18. Втор-18 – живущий радиоактивный изотоп. И у него есть одна особенность. Он распадается при бета-позитронном распадах. Что это означает? Он испускает позитроны. Это такие же частицы, как электроны. По размеру и по всем остальным характеристикам единственная существенная разница – у них положительный заряд, а не отрицательный, как у электронов. После этого мы присоединяем его к глюкозе. Почему глюкозе? Потому что это самое распространенное органическое вещество в нашем организме. А сам фтор – это только маркер. То есть нам нужно понять, что происходит. Например, какие-то клетки захватывают большое количество глюкозы. Значит, они активны. Потому что, повторюсь, глюкоза – универсальное топливо для всех наших клеток. Если где-то что-то захватывают, значит, да, действительно, там идет такой мощный какой-то процесс. Либо деление клеток, либо активность, либо еще что-то в этом роде. То есть, да, это позволяет отслеживать очень многие параметры. Итак, мы, да, действительно, пометили эту глюкозу в тором, запустили в кровь человека и потом поместили его в специальные датчики. Они такие круговые, расположены по кругу. Почему? Потому что я уже говорил, что если встретятся античастицы и частицы, произойдет аннигиляция. Ну, понятно, что вот именно на минимальном уровне, да, то есть, когда будут противодействовать друг другу частица и античастица. Единично, скажем так. Как только они сталкиваются, они аннигилируют, и гамма-квант с очень хорошо известной энергией разлетаются, два гамма-кванта разлетаются под углом 180 градусов. Мы можем их зафиксировать при помощи датчиков, расположенных по кругу человека, и потом при помощи специального программного обеспечения отследить, вычислить, откуда конкретно он вылетел. И таким образом построить картинку. Например, вот примерно так может выглядеть картинка позитронно-эмиссионного сканирования головного мозга. Видите, есть холодные очаги, да, которые захватывают очень мало глюкозы. Они здесь синим цветом. И есть активные, то есть, зоны активности, которые показаны красным. Причем, что интересно, мы можем в зависимости от того, что конкретно делает человек, определять это очаги физиологической активности или патологической. То есть, это опухоль или какой-то нормальный процесс. Что интересно, да, конечно, мы не только мозг можем смотреть. Мы можем посмотреть, например, и вот на стопу, как видите, на позитронно-эмиссионной томографии. Она видна практически как в анатомическом атласе. То есть, мы видим и кости, и мышцы, и связки, и сухожилия, и все остальное прочее. И мы можем, опять же, точно сказать, где находится очаг патологического какого-то процесса. Воспаление, например, да, он будет горячим. Либо там какое-то идет окостенение, там, где его не должно быть. Этот очаг будет холодно. И так далее. То есть, мы можем поставить очень точный диагноз. И потом, естественно, провести правильное лечение. Единственный, конечно, минус в позитронно-эмиссионной томографии, почему она не используется так широко сейчас. Просто потому, что вы слышали гамма-квант. То есть, это ионизирующее излучение. Таким образом, во время позитронно-эмиссионной томографии, да, человек получает определенную лучевую нагрузку. И, к сожалению, она, в общем-то, немаленькая, я бы сказал так, если сравнить ее с чем-нибудь таким понятным. Это 5600 часов полета на самолете на высоте 11 километров. Как видите, много, да. Именно поэтому позитронно-эмиссионная томография сегодня используется не так широко. Исключительно, как такой экспертный метод. То есть, нам нужно решить, наконец-то, что с пациентом. Мы уже все проделали, МРТ сделали, и прочие исследования, и все остальное. Вот это будет таким последним словом, скажем так, когда мы уже сможем поставить настоящий диагноз. Но не вся такая диагностика современная громоздкая. Уже разрабатываются и миниатюрные датчики, и системы сенсоров, и так далее, и так далее. Например, вот здесь перед вами татуировка. Она сделана специальными электронными чернилами. То есть, она нанесена на кожу, напечатана на коже. И она отвечает за отслеживание деятельности сердца. То есть, здесь находится ЭКГ-датчик, сейсмодатчик. То есть, мы одновременно отслеживаем, и с какой частотой бьется сердце, и с какой силой. Зачем это нужно? Например, отслеживать состояние пациента с какой-нибудь аритмией. Или с сердечной недостаточностью. Или еще что-то в этом роде. То есть, для кардиопациентов. Почему? Потому что иногда сами пациенты могут даже не замечать, что с ними происходит. Их организм привыкает к какой-то патологии. И зачастую мы можем просто пропустить момент, когда, например, нужно принять лекарство, либо срочно обратиться к врачу, либо что-то в этом роде. Это один момент. И второй. Иногда человек даже просто теряет сознание из-за того, что возникает фибрилляция предсердий, например. И он уже не сможет ничем сам себе помочь. А вот такой датчик, он может дать сигнал тревоги, например, лечащему врачу, либо на станцию скорой помощи, либо еще куда-то, либо одновременно по нескольким адресам. То есть, таким образом человеческая жизнь будет спасена. Что интересно, при помощи электронных татуировок мы можем не только за сердцем следить, но и за уровнем глюкозы, например. Так и выглядит электронный тату-глюкометр. Правда, там некоторые датчики все-таки немножко пронзают кожу. Они входят внутрь на пару миллиметров. Для чего? Для того, чтобы анализировать пот. То есть, вот эта система датчиков напечатанная, она анализирует пот на содержание глюкозы. И да, действительно, мы можем отслеживать уровень в течение 24 часов в 7 дней в неделю. То есть, такой онлайн-мониторинг. Очень удобно. То же самое. Вся информация может передаваться либо на смартфон, либо на какое-то специальное устройство, либо напрямую доктору и так далее. И мало того, мы, например, даже можем соединить вот этот глюкометр с инсулиновой помпой. Автоматической, электронной, программируемой и так далее. И они могут обмениваться информацией уже друг с другом. Человек в этом не участвует. То есть, сейчас, что он вынужден делать, если у него сахарный диабет? Периодически прокалывать палец, брать каплю крови, помещать на диагностическую полоску, полоску помещать в глюкометр, потом считывать цифры, делать расчет, сколько инсулина нужно себе ввести и вводить инсулин. Это долго, как вы понимаете, существенно затрудняет жизнь. А здесь у нас есть и диагностическая часть, которая может узнать, сколько конкретно глюкозы в каждой из моментов жизни человека. И автоматически передать команду на инсулиновую помпу, чтобы та ввела необходимое количество инсулина. Человек из этого процесса изымается и может заниматься своей повседневной деятельностью. Понятно, что пытаются следить и за другими органами, но пока что получается не очень. Просто потому, что миниатюризация требует разработки и отладки необходимых систем анализа этих очень слабых сигналов. С этим пока что проблемы, но как видите, уже достаточно большое количество интересных достижений в этом направлении есть. Следующее. Мы переходим уже непосредственно к лечению. То есть, хорошо, мы выяснили, что с человеком, мы поставили ему диагноз, теперь нужно его лечить. И одна из проблем, которая на сегодня существует, это трансплантология. То есть, пересадка органов, которые вышли из строя. Либо какая-то замена, условная замена запчастей в нашем организме. Приходится искать донора. Это долго. То есть, нужно подобрать совместимого донора. А далеко не всегда даже родственники друг к другу подходят. Это процесс небыстрый. И человеку, который получил донорский орган, он называется рецепиентом. Ему приходится долгое время принимать специализированные препараты, которые подавляют иммунный ответ, предотвращают отторжение органа и так далее. Как понимаете, это тоже нехорошо. Лучше, если этот орган ему создадут. И совсем здорово, если из его же клеток. То есть, это будет его настоящий орган, который можно будет просто поместить на место больного. Существует ли технология, которая это позволяет? Ну, да. То есть, технология такая уже есть. Она называется 3D-биопринтинг. Но, к сожалению, пока что мы не можем напечатать настоящий цельный орган, чтобы заместить какой-то пострадавший. Вот здесь на видео показаны некоторые моменты, что и легкие для крыс мы можем напечатать. Мы можем, например, взять мышиное сердце, заменить в нем клетки мышиные на клетки человеческие. Такое тоже возможно. Мы можем напечатать клапан сердца. Мы можем создать из стволовых клеток небольшую печень. И даже некоторые вещи мы можем пересадить мышам или крысам. Но вот до людей, к сожалению, пока что это все не дошло. Потому что есть, конечно, масса тонкостей, масса сложностей. Мы можем, конечно, напечатать орган в объеме. Да, это нам не мешает. Но мы не сможем пропечатать в нем внутри сосуды и нервы. А это, как вы понимаете, крайне необходимая вещь. Кроме того, многие органы состоят не из однородных тканей. Ну, например, у тех же почек есть специальный аппарат. Около клубочка он располагается. И он отвечает за корректировку артериального давления в нашем организме. Как вы понимаете, это чрезвычайно важная функция. А как это туда впечатать? Если мы печатаем только, предположим, клетками какой-то определенной почечной ткани. Это вопросы, которые пока что остаются без ответов. Мы можем отлично печатать уши. Да, вот это научились. На видео, кстати, был такой фрагмент с ушами. Мы можем их делать. Почему? Ну, потому что это достаточно просто. Это даже не орган, это часть тела, которая состоит из хряща. Вот хрящ мы можем напечатать. Мало того, мы даже у этого же человека можем взять фибробласты для того, чтобы использовать их в качестве чернил своеобразных. Это, конечно, медленно. На видео все показано в сильно ускоренном режиме. Это все медленно. Занимает это, может быть, даже дни. Это может занимать. Но, тем не менее, уши, да, уже есть такое дело. Для чего? Для замены. Понятно, что не из-за того, что нам просто не нравятся наши уши, а мы хотим какие-нибудь, не знаю, остренькие, там, или наоборот, большие, или маленькие, или что-то в этом роде. Нет, конечно. Люди могут потерять ухо. Это может быть механическая травма, это может быть холдовая травма, ожоги, боевые ранения какие-то и так далее, и так далее. Да, действительно, это косметический дефект, конечно, в основном слышать это не мешает. Но это сильный косметический дефект, и человек себя неуютно чувствует. Да, действительно, при помощи этой технологии мы можем вернуть ему нормальное качество жизни. И второй момент. Тренировка хирургов пластических. Потому что сегодня пластические хирурги тренируются в ветлабе, то есть в ветеринарной лаборатории, на свинках, на свиных ушах. Но я так думаю, что каждый из вас предпочтет, что в случае чего, чтобы уши ему оперировал тот хирург, который тренировался на человеческих ушах, пусть и напечатанных, отдельных, но все-таки на человеческих, а не на свиных, потому что мы немножко отличаемся в этом смысле. Какие еще варианты могут быть? На самом деле самые разнообразные. То есть мы можем заставить работать ранее не работавшие у нас органы. И мы переходим к самой, наверное, такой красивой и к самой передовой на сегодня области медицины, как нейроинтерфейсы или интерфейсы мозг-компьютер. Конечно, это очень сильно похоже на будущее, на всяких терминаторов, на всякие встроенные чипы, на контроль разума и прочее, но до этого пока что не дошло. Хотя, да, некоторые достижения уже есть. Например, мы действительно можем управлять силой мысли курсором на каком-то большом планшете, который висит на стене. Зачем это нужно? Ну, просто потому что существуют люди, которые страдают очень тяжелыми заболеваниями. У них постепенно отмирают нервные клетки. Это все начинается, например, с нижних отделов, потом постепенно-постепенно идет вверх-вверх. И в какой-то момент человек не может двигать ни руками, ни ногами. Но при этом он все еще способен двигаться, двигать глазами и, естественно, мыслить тоже. Он тоже может. И генерируя эти мысли, мы, как выяснилось, при помощи специальных датчиков, они называются погружными. То есть, да, приходится делать дополнительные отверстия в черепе. Через это отверстие на кору головного мозга класть специальный набор датчиков. Но они считывают вот ту информацию, которая идет с коры головного мозга. Ведь там же все наши основные команды создаются и распространяются по всему телу. Так вот, да, действительно, эти команды можно дешифровать и научить человека, который полностью парализован и не способен никаким образом общаться. Мы можем вернуть его в общество. Хотя бы таким образом, что на планшете он может совершать и двойной клик, одинарный клик, правой кнопкой мыши, левой кнопкой мыши, выделять, стирать и так далее. То есть, в том числе даже печатать сообщения. Причем, как показала практика, эта технология уже используется местами. Люди за некоторое время, непродолжительное время, за 2-3 недели буквально приспосабливаются к этому интерфейсу и способны печатать, например, на экране со скоростью где-то 60 символов в минуту. Как вы понимаете, это очень быстро. То есть, это вполне себе нормальное общение может получиться у человека. Кроме того, что он может делать? Он может делать покупки в онлайн-магазине. Он может, например, подать команду какому-то из роботов, которые существуют у него еще в комнате. Он подъедет там с какой-то кибернетической рукой. Ею также можно управлять. Принесет, например, воду или еще что-нибудь. То есть, человек способен к некоторому самообслуживанию. Ну и, конечно, он сможет описать свое состояние лечащему врачу. Это существенно облегчит, в принципе, весь и лечебный, и диагностический процесс. А вот здесь, например, на видео показано, как человек приспосабливается к своим кибернетическим рукам. При помощи силы мысли он осваивает новые руки. Его, к сожалению, парализованы. То есть, ими он пользоваться не сможет. Просто нет управляющих нейронов. Уже нет. Бывают, опять же, повторюсь, такие заболевания нейроны погибли. Мы с ними ничего не сделаем. Но мы можем вернуть человеку руки вот в таком виде. Как видите, на голове у него помещены два датчика специализированных. Для правой и для левой руки отдельно. И он одновременно сейчас и руки кибернетические привыкают к этим командам. И он привыкает ими двигать пока что в виртуальном пространстве. А потом он сможет все это делать уже и в реальности. То есть, как видите, сегодня наука в этом смысле шагнула очень-очень далеко вперед. Мы можем восстанавливать утраченные функции. Что интересно, такие разработки ведутся и в нашей стране. В Самаре каждый год уже несколько лет проводится нейротлон. Это такое своеобразное соревнование между разработчиками, между различными группами. Которые в том числе создают вот такие вот устройства, управляемые интерфейсом МОЗ-компьютер. Хотя, конечно, опять же, повторюсь, бывают разные разработки. Например, той же коляской можно управлять при помощи трекера глаз. То есть, мы смотрим вправо-влево, даже не обязательно вращая головой, а просто вправо-влево глазами. И эти движения отслеживаются. Они передаются в управляющий блок коляски. И коляска может поворачивать вправо-влево в зависимости от того, куда нам нужно. Это адаптация военной технологии. Именно так приспосабливается система прицеливания в современных самолетах и вертолетах к поворотам головы, либо отслеживанию положения глаз пилота. И, как видите, она теперь применяется в мирных целях. Есть и другие разработки. То есть, там был Курчатовский университет, а вот это лаборатория NeuroBotics. Они предлагают немножко другой подход. Использовать те сигналы, которые мы считываем при электроэнцефалографии. Как видите, на человеке специальная шляпочка, такая шляпка, шапочка, с множеством датчиков. Вот эти датчики, они снимают электрическую активность головного мозга. Она, конечно, шумная достаточно. То есть, она слабая, потому что через череп, через кость проходит достаточно мало электрических сигналов. Но, тем не менее, современная система, особенно с подключением нейросетей, то есть, мы усиливаем, выделяем, распознаем этот сигнал, мы, да, действительно можем обучить вот такую коляску реагировать на мысленные команды. То есть, человек ничего не делает. Он даже может закрыть глаза. Но про себя он думает направо. Коляска поворачивает направо. То же самое думает налево. Коляска поворачивает налево. Почему? Ну, просто потому, что каждая наша мысль вот такая. Это конкретная команда. То есть, это команда, которая идет к определенным органам, к мышцам. И да, действительно, мы ее можем расшифровать, перехватить и перенаправить туда, куда нам необходимо. Например, в управляющий блок вот такой вот коляски. Что интересно, на нейротлоне в прошлом году был представлен в том числе набор текста при помощи мысли. Опять же, человек не трогает клавиатуру. Он просто смотрит на экран, там есть виртуальная клавиатура. И на каждый символ присматриваясь, он как бы делает нажатие таким образом. Победитель этого года, 2019 года, прошу прощения, он за 7 минут набрал фразу «Привет, запятая Самара, восклицательный знак». Казалось бы, ну так себе достижение, но нужно же сравнивать с чем-то. В прошлом, в позапрошлом году уже, да, 2018, победитель набрал эту же фразу за 28 минут. То есть, как видите, да, время сокращается, технологии улучшаются. И не исключено, что со временем вот такой вот мысленный набор текста, он станет достаточно распространенным не только в каких-то специализированных учреждениях, не только на соревнованиях специализированных, да, но и в том числе, например, в обычных смартфонах, в обычных компьютерах, планшетах и так далее. Кроме того, например, мы уже умеем читать мысли. Ну, конечно, с ограничениями, конечно, с оговорками, со всем остальным, но, похоже, мы идем в правильном путем. По крайней мере, если мы говорим о той же лаборатории нейроботикс, да, и о лаборатории кибернетической в МФТИ робототехники, они сделали что? Вот здесь на видео не очень понятно, да, что на самом деле происходит. Я на следующем слайде немножечко объясню поподробнее. Так вот, пытаются, как вы видели на человеке, такой достаточно большой массив датчиков. Да, это тоже снимают электроэнцефалограмму, то есть это неинвазивный метод. И то, что человек видит на экране, оно передается по системе датчиков, потом в нейросеть, и нейросеть в другое уже где-то, в другом помещении, пытается по этим сигналам восстановить, что человек видит. Еще раз, человек в одной комнате, исследователи в другой комнате. Между ними система датчиков и нейросеть. И люди, которые в комнате исследователя, они не знают, что показывают на мониторе у человека и пытаются угадать. Ну вот, если посмотреть здесь на рисунки, то первые два рисунка – это водопад. Соответственно, то, что показывали человеку и то, что воссоздала нейросеть, как видите, очень похоже. То есть распознать это реально. Вот дальше похуже. То есть это было быстрое движение гидроцикл, водный мотоцикл. Вот это не очень понятно, что там на самом деле такое. Это было распознать как раз сложно. Сложно было распознать следующую головоломку, которая состояла из деревянных плашек и металлических шариков. Тоже какой-то наброс какой-то. Да, видно, вот эти деревяшки видны хорошо, а то, что это шарики и то, что это головоломка, непонятно совершенно. Человеческое лицо, вот первое лицо мужчины, оно, в общем-то, распознано, скажем так, как минимум удовлетворительно. То есть ясно, что это человеческое лицо, и можно предположить даже, что это мужчина. Можно даже предположить, что у него короткая стрижка и так далее. Но в качестве фоторобота, например, не подойдет совершенно. А вот следующее изображение, изображение женщины, оно уже более четкое. И там даже отлично видны очки. И все остальное тоже. То есть здесь гораздо большая степень распознавания. Ну и последняя пара, это быстрое движение в автомобиле. Гоночный автомобиль, вид изнутри. Опять же ничего не понятно, все размазано, все смазано. Скорее всего, да, именно так и будет. Сначала мы научимся работать со статичными изображениями. То есть какими-то фотографиями или неподвижными картинками. И только потом мы перейдем уже к движущимся предметам. Но тем не менее, да, это впечатляет. То есть мы не знаем, что человек видит, но мы можем по сигналам его головного мозга это распознать. И сейчас уже сразу задаются вопросы. А сможем ли мы записать сны? А сможем ли мы записать галлюцинации, например? Ну, в общем, все возможно. Получается так. Потому что и сны, и галлюцинации – это активность определенных зон головного мозга. Этот сигнал мы сможем снять и дешифровать. И, скорее всего, это дело ближайшего будущего. Конечно, бывают ошибки некоторые. Ну, и скажем так. Не то, что ошибки, да, а намеренное введение в заблуждение. Вот такие ушки наверняка видели. Может быть, даже кто-то приобретал или кому-то приобретали. Может быть, дарили. Про них тоже сказано, что у них нейроинтерфейс. И что за счет считывания активности головного мозга мы здесь либо видим активность, да, в этом случае ушки торчком, либо этой активности нет, и ушки тогда падают. И здесь на видео отлично показано, как девушки демонстрируют, да, то, что если они сначала едят нечто вкусное, то у них, да, действительно ушки торчком. А потом, когда они слушают расслабляющую музыку, ушки у них как бы становятся в горизонтальное положение. И это объясняется тем, что там срабатывает нейроинтерфейс. Не совсем так. Это обман. Это не нейроинтерфейс. Посмотрите на датчик. Датчик находится на лбу. То есть он отслеживает активность лобной мышцы. Если человек ест, если человек разговаривает, вот я сейчас разговариваю, у меня лобная мышца напрягается. И напряжение, оно как раз и дает сигнал для этого датчика. Срабатывают вот эти микроскопические сервомоторы, и ушки встают торчком. В том случае, если человек расслаблен, если человек ничего не делает, не ест, не шевелится никак, у него лобная мышца будет расслаблена. Это что означает, что сигнала не будет, моторчики не срабатывают, ушки падают в положение лежа. Вот такое вот тоже бывает. То есть небольшой такой высокотехнологичный, но все-таки обман. А что реально работает? Киберпротезы. Это изумительная вещь. Здесь на видео показан один из таких людей. Конечно, это индивидуальная разработка. То есть это делается специальная, конечно, ампутация в том случае, если человек вынужден терять часть конечности. Сохраняются сухожилия, чтобы сигнал передавался от головного мозга до мышцы, до их сокращения и до сухожилий. И вот эти вот сигналы, они в том числе без потерь передаются на протез, на киберпротез, который таким образом может ровно в тех же степенях свободы двигаться, что и обычный сустав. Конечно, нужно приспособиться, но вот как вы видите, человек, который потерял часть конечности, да, он вернулся к своему любимому хобби, то есть к скалолазанию. И достаточно уверенно чувствует себя на таком вот достаточно ответственном участке. Почему? Ну, потому что, во-первых, этот киберпротез к нему приспособился, да, то есть он научился им пользоваться, во-первых. И во-вторых, он обладает обратной связью. Что это означает? Что человек чувствует, он ставит ногу. Мы, когда ставим ногу, мы всегда чувствуем, какая у нас поверхность под ногами. Протезы в основном, в чем был их основной, скажем так, дефект, в том, что человек не понимал, какая конкретно поверхность под ним. То есть есть ли там камни, есть ли там уступ, есть ли там, не знаю, шероховатость или еще что-то в этом роде. Современные киберпротезы, как видите, у него такая специальная есть подошва вибрирующая, она дает определенный отклик в зависимости от того, на каком конкретно пространстве она находится. И человек принимает правильное решение, да, то есть делает шаг, либо наоборот переносит тяжесть тела туда, либо не переносит, или ищет какое-то новое место для того, чтобы поставить ногу. Как видите, современные киберпротезы, они еще и многофункциональны, да, они возвращают человеку нормальную ежедневную его деятельность. Что интересно, долгое время такие киберпротезы демонстрировались на каких-то конференциях, на TED-ах, да, было много записей на YouTube, на всяких, даже развлекательных мероприятиях и научных фестивалях, типа гиг-пикников, например. Но это было своеобразное привлечение внимания, да, то есть сначала это было как экзотика. Потом стали присматриваться, да, туда потекли деньги, в том числе на исследования, потому что тема росла, и она становилась более популярной. И сегодня, да, действительно, мы уже подходим к тому, чтобы киберпротезы постепенно-постепенно из штучного производства постепенно перемещались, в том числе в арсенал медиков, в арсенал травматологов, ортопедов и так далее. То есть, да, это вполне себе перспективная технология. Конечно же, мы понимаем, что не обойдется и без различных устройств дополненной реальности. Тем более, что уже существуют различные разработки, да, VR есть в том числе, есть и дополненная реальность в том числе. К чему это может привести в медицине? Ну, например, мы оперируем какого-нибудь пациента, а перед этим все полученные диагностические данные мы складываем в эту самую базу данных. И на основе этой базы данных мы выстраиваем модель конкретного пациента. Вот, предположим, мы оперируем на грудной клетке, и мы все о ней знаем. Где расположено сердце, как отходят сосуды, где проходят нервные пучки и так далее, и так далее. Почему это важно? Потому что люди очень сильно отличаются в смысле анатомии. Масса индивидуальных каких-то особенностей. У кого-то, скажем, тот же аппендикс. Он короткий, маленький и расположен, как положено, чуть-чуть вбок. У некоторых он очень длинный, там до 12 сантиметров может быть, даже до 20. И уходить далеко за брюшину. То есть, это все, как вы понимаете, вот эти вот отклонения и особенности, они приводят к тому, что хирургам приходится использовать какие-то более широкие доступы, например. Дольше проводить операцию по времени и так далее. Для пациента это, как вы понимаете, не самые лучшие варианты. Да. Очки дополненной реальности, они позволяют сократить время операции, сделать ее точно в том месте, в котором нужно. И сократить тем временем, вернее, сократить тем образом время на выздоровление. И сократить, конечно же, риск каких-то осложнений, побочных эффектов и так далее, и так далее. Конечно же, впереди еще много самых разнообразных открытий. Впереди много самых разнообразных специальностей, в том числе, которые можете освоить вы. В том числе, они могут быть связаны и с нанотехнологиями, и с компьютерным моделированием. То есть, не обязательно прям напрямую с медициной. Сегодня это мультидисциплинарные вещи. То есть, в них участвуют в таких вот разработчиках, в таких вот группах разработчиков. Участвуют и нейрофизиологи, и фармакологи, и программисты, и физики, и химики, и кого там только нет. То есть, в медицине сейчас нужны люди разных специальностей. Если вы хотите заниматься, например, тем же, не знаю, медицинским роботостроением, вам придется получить специальность по робототехнике, да, а потом уже прийти в какую-то из исследовательских групп, от которой занимается конкретно медицинскими роботами. Другой вариант, например, вы сначала получаете медицинское образование, а потом идете в магистратуру, там, ну, предположим, там, IT, да, и будете разрабатывать специализированное прикладное программное обеспечение, вот, например, для либо таких устройств, либо для нейроинтерфейсов, либо еще для чего-нибудь. Возможности практически безграничны. Даже в нашей стране таких специалистов готовят. У нас есть прекрасные магистратуры, есть прекрасные вузы, да, которые специализируются на высоких технологиях, они есть и в Москве, и в Казани, и в Белгороде, в Владивостоке, Новосибирске, и в Санкт-Петербурге, и так далее. То есть уже во многих городах. Я так надеюсь, что, может быть, кто-то из вас совершит в медицине очередной прорыв, и я буду рассказывать о его достижениях на какой-нибудь из подобных лекций. Спасибо за внимание. Надеюсь, стало чуть-чуть понятнее, и кто-нибудь из вас обязательно придет в медицину будущего. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.